Эти машины выглядят настолько невероятно, что кажется, будто они были выдуманы писателями-фантастами или построены как макеты для съёмок в голливудских блокбастерах. Но нет, это реальная действующая техника, которая поражает воображение. Итак, пожарная машина «Ветерок» сконструирована специально, чтобы тушить пожары на нефтяных и газовых скважинах. Эта машина построена в Румынии на базе советского танка Т-34. И с пожарами, как вы видите на этих видео, справляется она просто на ура. Далее идёт боевая инженерная машина под названием «Троянец». Это бронированная машина королевских инженеров «Троян». Была разработана в начале 2000-х годов на базе основного боевого танка «Челленджер-2» и предназначена для проделывания проходов в естественных и искусственных препятствиях, в том числе под огнём противника. Следующий у нас просто необыкновенный монстр. Его построил австралийский каскадёр Рэй Бауман. Мотоцикл размерами 9 метров в длину и 3 метра в высоту весит 13 тонн и приводится в движение двигателем от грузовика «Детройт Дизель». С помощью этого монстра, естественно, делали всякие шоу. Каскадёр на нём переезжал легковые машины и другую легковую технику. На четвёртом месте фронтальный погрузчик «Ле Турнау Л-2350». Самый большой в мире колёсный погрузчик способен за один раз набрать в ковш до 75 тонн породы. Его двигатель мощностью в 2300 лошадиных сил и размерами с пикап «Форд Ф-350» сжигает 4000 литров топлива за 24 часа. Далее идёт транспортно-отвальный мост «Овербурден Конвейер Бридж Ф-60». Это самая большая в мире машина, способная на самостоятельное передвижение. Этот гигант имеет в длину 502 метра и весит 13600 тонн. Это больше, чем небоскрёб «Эмпайр Стейт Билдинг». Далее у нас грузовое шасси «МАЗ-7907». Это единственная в мире машина с 24 ведущими колёсами, 16 из которых управляемые. Разрабатывался как шасси для пусковой установки ракетного комплекса. Следующий гигант у нас вертолёт Ми-12. Самый большой и грузоподъёмный вертолёт, когда-либо построенный в мире. Масса 105 тонн. Над землёй его поднимали два винта, расположенные в крыльях по бокам машины, которые приводились в движение четырьмя двигателями. В августе 1969 года Ми-12 поднял воздух 44300 килограмм. То есть 44 тонны с небольшим. Это достижение во всём мире, пока места не повторил никто. И на последнем месте у нас танковый мост-тоукладчик МТУ-72. Предназначен для наведения однопролётного металлического моста грузоподъёмностью 50 тонн. Через препятствие шириной до 20 метров. Мост раскладывается автоматически всего за 3 минуты. Мост раскладывается автоматически всего за 3 минуты.